Какой контроллер купить первым? Сегодня мы будем говорить про диджейские контроллеры для начинающих. Меня зовут DJ Mos, вы на канале Аперкатс, погнали! Друзья, в одном из наших выпусков, а именно вот в этом, мы говорили про топ-5 контроллеров для профессиональных диджеев. Сегодня мы поговорим про три самых популярных контроллеров среди начинающих диджеев. И сразу расскажу, где мы нашли эти контроллеры. Мы кинули клич среди начинающих диджеев, сказали, ребята, на чем вы играете? Они все ответили, и мы говорим, о, класс, дайте нам, пожалуйста, вот этот, вот этот, вот этот. И сегодня мы будем рассказывать вам про то, что мы нашли, про самые популярные контроллеры и про плюсы этих контроллеров для начинающих диджеев. На самом деле мы брали контроллеры, которые продаются не дороже, чем за 35-40 тысяч рублей. Друзья, если вам есть что сказать на тему контроллеров, которые стоят на оборудовании, пишите все, что вы думаете в комментариях. Уже не терпится рассказать про эти три бэтбоя. Поехали! Первым контроллером сегодня к нашему вниманию представляется PIONEER DDJ-SB3, рабочая лошадка, легенда. Начнем с самых базовых функций. Вот кнопочки, как бы, Q-Play на месте. Кнопочки довольно-таки маленькие, нажимаются легко и приятно. Наш дорогой SYNC присутствует, то есть, если нам нужно синхронизировать треки, нам нужно нажать только кнопочку SYNC и все работает. Джоги классические, не очень большие. Такие джоги обычно используются на бюджетных контроллерах. На ощупь такие довольно-таки качественно сделанные, так что к джогам особо нет никаких претензий. Пэды. Пэды тоже такие малюсенькие-малюсенькие. Я привык к пэдам вот на том же S9. Все функции Hot Q, FX Fade, Pad Scratch Sampler, классические функции пионеровских контроллеров здесь есть. Хотите здесь сделать Roll, пожалуйста, переключайтесь в Roll режим через Shift. Автолуп, увеличение петли, вот оно, уменьшение петли, все есть. Вы можете также переключиться в режим винила, то есть вы сможете запускать треки со скретча, а не только с кнопки Q-Play. Эквализация, частоты, канальные фейдеры, кроссфейдер. Все частоты присутствуют. Низкие, средние, высокие. Фейдер гуляет, не сказать, чтобы некачественно, нормально гуляет. Вот ручка, которая отвечает за громкость наушников. Ручка Browse, это чтобы выбирать треки в нашем секвенсоре музыкальном. В Serato с помощью кнопки Browse мы выбираем трек и кнопочкой Load загружаем его либо в левую деку, либо в правую деку. Ну, соответственно, все то, что вот слева, оно работает для левой деки, то, что справа, работает для правой деки. Кнопочки, на которые мы можем назначить сератовские эффекты. Здесь мы можем переключиться, например, с первой деки на третью, а здесь со второй деки на четвертую. То есть в Serato можно играть с четырех дек, и если вы вдруг захотели играть не с первой, а второй деки, а с третьей, четвертой, эти кнопочки вам помогут. Вот конкретно этот тумблер регулирует громкость эффектов. Что еще мы здесь имеем? Ну, конечно, мы имеем Pitch. То есть, если вдруг мы захотели подгонять или приостанавливать треки вручную, или, например, решили сделать ручной транзишн, нам нужно будет использовать Pitch. Вниз плюс, вверх минус. На тыльной стороне у нас есть выход на мастер только в формате тюльпанов. Подсоединяем к компьютеру мы этот контроллер через стандартный USB кабель. Штука, которой я вообще никогда не видел, чтобы кто-то пользовался, это замок. То есть, если вы вдруг хотите поставить на замок ваш контроллер, чтобы его никто не украл, примотать его куда-то, вот эта вот штука вам поможет. Самая, наверное, бесполезная функция в любом контроллере. Здесь вход для микрофона и регулировка громкости микрофона. Этот контроллер работает с Serato, о чем свидетельствует вот эта вот надпись. Но у вас должна быть подписка. То есть, если вы являетесь счастливым обладателем этого контроллера, это автоматически не гарантирует вам работу на Serato. Для того, чтобы работать на Serato, вам нужно будет купить подписку. Либо DJ Lite, либо DJ Pro. Вход для наушников есть только в формате мини-джека. То есть, в формате стандартного джека здесь нет разъема. Откручиваете переходник и юзаете мини-джек. В принципе, всем бы годный контроллер, но, насколько я помню, вы не сможете переключить Crossfader в режим классического диджейского, так сказать, прости господи, обрезания. Crossfader работает только в плавном режиме. То есть, плавно вы вот так вот двигаете Crossfader, и один трек у вас очень плавно сменяется. Плавно, плавно, плавно сменяется вот на этот трек. И в обратную сторону то же самое. Для того, чтобы Crossfader работал в режиме скретча, в таком положении вы слышите только левую деку. Уже в таком положении вы одинаково громко слышите обе деки. По-моему, такого режима на этом контроллере нет. Средняя цена на Авито 30 тысяч рублей БУ. Если ваш выбор Serato, если у вас есть подписка, и вам нужен дешевый, относительно дешевый контроллер с практически всем классическим набором функций, SB3 прекрасно подойдет. Итак, Bad Boy номер 2. Трактор Control S2 MK3. Тоже очень популярная рабочая лошадка среди начинающих диджеев. Визуально, на самом деле, этот контроллер мне нравится гораздо больше пионеровских бюджетных версий. Давайте посмотрим, что здесь есть. Я, если честно, никогда не играл на тракторском контроллере. Но специально к нашему выпуску немножечко прокачался по тому, что здесь присутствует. Какие функции есть, чего не хватает. Классическая левая и правая дека. Каналы эквализации для левой деки, для правой деки и тумблеры, которыми можно регулировать мастер, наушники и уровень сигнала между наушниками. Джоги, на самом деле, тактильно приятнее пионеровских. Мне нравятся. Они такие немножко потяжелее, как-то качественнее сделаны. Классические кнопочки Q-Play. Здесь они крупнее, чем на рассмотренной модели Pioner DDJ-SB3. Такие малюсенькие пэдики. Мы можем их включить в режим Hot Cues, то есть ставить метки на треки или в режиме сэмплов. То есть, включая в режим сэмплов, мы запускаем сэмплы. Вот эта вот крутилочка позволяет двигаться по треку вперед-назад, перематывать, так сказать. Эта крутилочка отвечает за петли и за их активацию. То есть, если мы будем крутить их в каком-то направлении, то размер петли будет либо увеличиваться, либо уменьшаться. Pitch для любителей посводить в ручном режиме, а не в режиме синхронизации. Те, кто хочет играть с синком, синк присутствует. Мастер темпа присутствует. Вот эта кнопочка Reverse, она запускает трек в обратном режиме. То есть, условно говоря, если вы хотите запикать какой-то мат, нажимаете Reverse, и трек играет в обратном направлении. Очень легко запикать мат, например, или использовать это как эффект. В активном режиме FLX вы можете скретчить. То есть, условно говоря, вы подловили какой-то момент в треке, поскретчили его, отпустили, и трек играет, как если бы вы ничего не нажимали. Вот эта крутилочка отвечает за выбор трека в программе. Здесь она продублирована. Все вообще кнопочки, на самом деле, отзеркалены с левой деки на правую. Нижние частоты, средние и верхние, наш гейн канальный, общий мастер, громкость сэмплов, громкость наушников. Здесь у нас секция эффектов. Классические эффекты здесь, дилей, эхо, фленджер. Вот этой вот штукой мы, собственно, регулируем гейн этих эффектов. Кнопочки Q для наушников. Разъем у нас мини-джек, то есть, только в мини-джек формате наушники используем. Ну, в общем-то, вот и все, что у нас есть на фронтальной панели этого контроллера. Что у нас на тыльной стороне? Разъем для USB. Разъем для iPad. Любители поиграть с iPad, этот контроллер для вас. Выход через тюльпаны на мастер. Разъем для микрофонов. Громкость микрофона. И, опять же, вот эта вот бесполезная штука для любителей прикрепить ваш контроллер намертво к диджейскому месту замочек. Вот разъем для блока питания. Блок питания не идет в наборе. Я так понимаю, что контроллер прекрасно работает через USB кабель от ноутбука. Но если вы хотите работать с iPad, тогда вам понадобится блок питания. Трактор мапится очень легко. То есть вы можете любую функцию переназначить. Вы можете назначить QPlay, я не знаю, вот сюда. Вы можете запускать сэмплы, там, не знаю, вот с этих вот кнопок. Все можете перемапить под ваши нужды. И практически уверен, что кроссфейдер на этом контроллере можно назначить в скретчевый режим. Наверняка утверждать не могу. Если вы знаете, скажите, можно ли переключить кроссфейдер трактора Control S2 MK3 в режим скретча? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Этот Bad Boy тоже на авито бэушный стоит в районе 30 тысяч рублей. Если вам почему-то не нравятся программы Serato и Rekordbox, вы хотите играть с трактора, то этот контроллер ваш выбор. Тем более, что выглядит он довольно эстетично. Трактор Control S2 MK3. Ну что, и мы подобрались к нашему третьему Bad Boy. Это самый популярный в мире контроллер, бюджетный, PIONEER DDJ-400. Этот контроллер работает с программой Rekordbox. Опять-таки, две деки, классическое исполнение, левая-правая дека. Все те же самые функции, описанные мной в предыдущих контроллерах. Но на всякий случай, еще раз продублирую Qplay, Shift. Есть маленькие пэдики, функции меток, петли, бит-джамп, сэмплер. Питч, конечно же, присутствует для любителей посводить вручную. Синг на месте, не переживайте. Секции эквализации, высокие, средние, нижние. Вот, пожалуйста, отдельно выведен фильтр, мастер. Вот индикация громкости. Наши канальные фейдеры, кроссфейдер. Опять же, на бюджетных контроллерах, как правило, невозможно переключить кроссфейдер в режим скретча. И DDJ-400 не исключение. Слева направо вы плавно переключаетесь между нашими каналами. То есть громкость первого канала становится тише, громкость второго канала становится громче. Вторая дека зеркалит первую нашу деку. У нас здесь имеются кнопочки, благодаря которым мы можем поставить петли. И довольно-таки тоже уверенные джоги. Размер джогов примерно такой же, как на SB3. Вот здесь владелец контроллера прикрепил наклейку трактора, что может сбить вас с толку. На самом деле никакого отношения к трактору этот контроллер не имеет. Это просто наклейка. Вот, не путайтесь. Здесь есть также вот ручка, которая переключает наушники из режима прослушки трека в режим прослушки мастера. Громкость наушника. Вот такой раздел, отвечающий за пионеровские эффекты. Здесь мы включаем эффекты. Здесь громкость обозначенного эффекта. И, собственно, выбор эффектов. И выбор того, куда мы направляем эффекты. На первый канал, на второй или на мастер. Громкость эффектов и Q включает прослушку эффектов в наушниках. В общем, вот этой секции не было у нас в пионере DDJ-SB3. То есть это что-то новенькое для бюджетного контроллера. У пионера эффекты диджейские звучат классическим образом. И здесь эти эффекты на этом контроллере вы можете включать. А вот, например, на DDJ-SB3, к сожалению, похоже, что нет. А у трактора эти эффекты тоже присутствуют, но звучат немножко по-другому. Плюсом этого контроллера является то, что он тоже стоит 30 тысяч рублей. Но при этом использует одну из самых популярных программ, Rekordbox. И плюсом является то, что у него есть секция пионеровских эффектов. Все остальное по классике точно так же, как на тракторовском контроллере и на его собратье пионеровском DDJ-SB3. С тыльной стороны тут вообще максимальный минимализм. Если вы юзали хоть раз в жизни замочек на контроллере, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Потому что я не знаю ни одного человека во всем мире, кто бы этой функцией пользовался. Дальше разъем под USB кабель, мастер тоже по классике, тюльпаны. И вход для микрофона, регулировка громкости микрофона. Здесь у нас разъем для наушников формата миниджек. Все стандартные функции бюджетного диджейского контроллера. Плюс классические эффекты компании PIONEER. Теперь подведем небольшие промежуточные итоги. Бюджетные контроллеры это абсолютно точно не ушатанные дедовские жигули. Это такие крепкие, уверенные Hyundai. Для того, чтобы полноценно играть в диджеи в клубе, эти контроллеры прекрасно подойдут. В чем отличие этих контроллеров? Первая модель DDJ-SB3. На ней самый минимум функции. И когда мы смотрели, сколько он стоит на Авито, SB3 самый дешевый из этих всех контроллеров. Трактор подойдет тем, кто просто по каким-то причинам хочет играть на тракторе. Не на Serato, не на рекордбоксе. И мне чисто визуально больше всего понравился контроллер трактора. PIONEER DDJ-400. Самый популярный в мире контроллер. Я думаю, что он популярен, потому что в нем есть раздел пионеровских эффектов. То есть вы можете сводить треки не просто, меняя частоты у треков, а еще и использовать классические пионеровские эффекты. И этот контроллер работает с программой Rekordbox, поэтому все в этом контроллере прекрасно. Ни один из этих контроллеров не подходит для Scratch. У Crossfader просто нет переключателя в режим Scratch. За исключением трактора, я не знаю про трактор. Мне кажется, что трактор мапится под все. И в нем можно таки настроить огибающую Crossfader под Scratch. Я просто не пробовал. Выбрал бы я, наверное, DDJ-400. Просто потому, что в нем есть пионеровские классические эффекты. Они мне нравятся. Я хотел бы их использовать. Мне бы, конечно, дико не хватало Scratch. Но я бы как-нибудь с этим смирился. Хотелось бы попробовать поиграть на тракторском контроллере. Просто потому, что это что-то другое. Сколько раз я играл на тракторе, мне это особо никогда не нравилось. Но это вкусовщина. Это уже непосредственно что-то мои какие-то тараканы. Мне больше нравится пионеровское оборудование. Тем не менее, контроллер тракторов выглядит прекрасно. Друзья, сегодня мы рассмотрели три самых популярных диджейских контроллера для новичков. Выбирайте тот, который вам больше всего понравился. Тот, который больше подходит вам по бюджету. Или тот, просто который вам больше всего захотелось. С вами был DJ Mos. Вы на канале Аперкатс. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok